Есть множество уродливых городов в бывшем Советском Союзе. Еще больше городов просто скучные. Одни из них разрушаются, другие перенаселены. В Кишиневе, столице Молдовы, есть и то, и другое. Разве все эти невероятно скучные габаритные здания недостаточно показательны? Пишет автор рейтинга, составленного порталом Cities Journal. В этом рейтинге Кишинев оказался в списке самых уродливых городов мира. И это, разумеется, очень обидно. Впрочем, сегодня у столицы появился шанс. После отстранения Киртуака к власти должны прийти люди, которые знают, как обустроить столицу. Реально ли это? Способны ли они кардинально поменять подходы? Откуда возьмутся деньги? А главное, что думают по этому поводу сами кишиневцы? Вот вопросы, которые нуждаются в ответах. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте! И искать ответы на эти вопросы сегодня мне будут помогать мои гости. Это Иоанн Чабан, кандидат на плод генерального примара в муниципе Кишинева. Добрый вечер! Добрый вечер! И Валерий Лупашко, экс-заместитель главного архитектора столицы. Иван, здравствуйте! Да, здравствуйте! Вот я знаю, что вы оба разработали план долгосрочного развития столицы стратегического видения. Вы об этом тоже говорили, когда представляли свою программу. Вы знаете, неужели столько лет господину Лупашку нужно для того, чтобы появились результаты? Ведь там заложено 20-25 лет. На самом деле так много времени, то есть так все запущено у нас? Ну, по большому счету, конечно, это не то, что прошло 20-25 лет. И мы можем смотреть на те результаты, которые были заложены в том генеральном плане 1989 года, который, в принципе, у нас и был основным документом, по которому должна была развиваться столица. К сожалению, за все эти годы мы можем констатировать тот факт, что генеральный план, по сути дела, не выполнялся. Он не стал тем основополагающим градостроительным документом, по которому надо было развивать столицу. Находились всякие обходные пути, то переходный период, то новая социальная атмосфера, то новое политическое влияние. То новый примар. То новые примары, то примар, то мешают ему кто-то другой и так далее. Находились враги в собственном огороде и так далее. Понимаете, но эти документы, которые вырабатываются именно на такой длительный период, на то и документы, чтобы они принимались безоговорочно, и они становились доминирующими, и они становились главными документами, как и написано, в принципе, в нашем законодательстве. Никто до сих пор этого законодательства. Но, к сожалению, нашлись такие люди, которые постепенно начали отходить от этого генерального плана, приводить всякие доводы и методы для того, чтобы этот документ стал не основополагающим, а в него пытались внести какие-то коррективы, какие-то корректиры, коррективы, какие-то дополнения, какие-то изменения и так далее, и так далее, чтобы этот документ не стал или не был тем основополагающим документом, по которому должна была развиваться столица. И, по сути дела, вот то, что мы и проконстатировали, и в нашем стратегическом плане, и то, что констатировали и кишиневцы в большинстве своем, то, что город стал хаотичен. То, что город стал фактически не по размерам тем, которым он должен был обладать, он стал не соразмерен, в нем стали наблюдаться очень серьезные проблемы и транспортные, и социальные, и экономические, и демографические. Поняла. Господин Чеван, можно ли сказать о том, что вы видите основные изменения, которые должны произойти в Кишиневе, так, что мы до основания все разрушим, а затем мы построим нечто новое? Или все-таки это будет какой-то плавный переход, да, вот в какие-то новые идеи? Ведь, по сути, там три приоритета вы главные обозначили, да, в этой своей программе? Ну да, но там очень много других, как бы, вещей, которые нужно учесть. От этих трех приоритетов разные развлекления, очень важные, потому что каждый из них формирует большой комплекс вопросов и задач, которые нужно решать. Мы должны понимать, что разрушать мы, кроме коррупционной истории в этом городе, и вот этой вот хаотичности, ничего не должны, и так все разрушено, к сожалению. Мы должны начать, наконец-то, строить. Строить правильно, строить так, чтобы это было для человека, в первую очередь, для горожан. То, что не делалось долгие годы. Вот это основная задача, которую мы видим перед собой. И она может быть разделена как на долгосрочную перспективу, и, соответственно, нужно новый план предоставлять, градостроительный, который соответствовал нашим видениям. Мы, конечно, тезисно описали все, что мы видим в будущем, куда нужно стремиться и по транспорту, и по вопросам ЖКХ, и по вопросам благоустройства зеленых насаждений, зеленых зон, жилых массивов, экономических зон и так далее. Все это важно. Мы должны понимать, что у нас есть среднесрочные задачи. Это 3-5 лет. То, что мы должны сейчас подготовить всю базу абсолютную, то есть по всем секторам, какие направления, где будет все это меняться. И, конечно, то, что мы предложили обществу на сегодняшний день, учитывая, что все-таки выборы мэра города на этом этапе все-таки ограничиваются одним годом, операционный план. То есть очень конкретные действия, которые мы будем делать буквально с первого же дня, после того, как выиграем эти выборы. Когда я говорила разрушить, я все-таки ожидала, что вы скажете, что необходимо избавляться нам от киосков, вот этих палаток. Вот в этом отношении все-таки. Я в этом смысле сказал, что вопрос от хаоса и коррупции, он включает в себя все эти истории. Почему? Потому что все это является деривативом от вот этих коррупционных схем. Потому что появление в непонятной хаотичном порядке, в том числе всякого рода буток, вырезание вот этих парковых зон, зеленых насаждений, для продолжения какого-то строительства непонятного, точечная застройка в внутридворовых территориях. Вся эта весь этот беспредел с транспортными вопросами, начиная от изменения маршрутов и оказания приоритета, к примеру, маршрутному транспорту, в угоду общественному транспорту, который... В ущерб, скорее, общественному. В ущерб, да. Так что, как бы вот так вот, да, действительно, то, что вы говорите, имеет... Ну, смотрите, я вот читала эту концепцию вашу, хочу зачитать там несколько мыслей, да. Наши концепции подразумевают развитие тех производств, которые находятся в удручающем положении. Среди них мебельная промышленность, текстильная промышленность, кожевенная промышленность, фармацевтика. Вот, я думаю, вот многие согласны с тем, что необходимо это делать, но здесь прослеживается четкая связь с положением дел в стране. Нельзя только так вот, да, чтобы развивать город, а вот как бы, чтобы на стране все это не сказывалось. Прежде всего, нужно как-то вот с нынешней властью необходимо будет новому примару, да, как-то общаться. Вот вы на что надеетесь в этой связи, что вам удастся как-то то ли прийти к власти партии социалистов, то ли все-таки вот придется как-то находить пути? Значит, мы должны понимать, что у нас задачи в том числе, если городского размера, то решать их в текущем порядке и готовить все необходимые предпосылки для того, чтобы в кратчайшие сроки решить другие задачи среднесрочного характера и долгесрочного характера. Понятно, что даже вот самый, я дам пример, да, самый лучший градостроительный план, на самом деле, он не будет работать, соответственно, если не будет существовать необходимой законодательной базы, то есть то, что будет обеспечивать исполнение вот этого градостроительного плана. Потому что даже на сегодняшний день, вот мы говорим о классификации зеленых насаждений на территории Кишинева, мы это сделали, то есть мы приняли как совет такое решение, но это не исполнилось. Это должно стать обязательно. Да, это вопрос местного характера, то есть исполнительная власть должна подчиняться и исполнять в сроке. Если нет, соответственно, есть предписание и статьи Трудового кодекса, и не только. Но мы не собираемся ждать компромиссов от власти, мы прекрасно понимаем, как она себя может вести. У нас существует достаточный арсенал, по крайней мере, до парламентских выборов выдержать, а там надо менять власть, по-другому не получится. То есть все-таки главный расчет на это, да? Ну вопрос не в расчет, я думаю, что это вопрос вообще выживания страны на будущее, но мы опять же отходим от проблематики города, заходим в проблематику политического характера, который я бы не хотел сегодня, чтобы мы так засорили. Да, позвольте, я тоже тут скажу некоторые мнения. Если можно, в отношении политики спасем Кишинев, а потом и страну. Нет, ну спасем страну, и спасем Кишинев, спасем страну. Понимаете, вот сегодня на одной встрече, я просто буквально еще одну минуту, мы говорили с людьми, есть просто один простой тезис. Ну, больше как бы некуда все отступать. Надо начинать строить, надо начинать развивать, начинать по-другому все это организовать. Потому что все, что делалось до сих пор, к большому сожалению, разрушение, можно назвать, точка. Даже те вот элементы, которые якобы делались на кредитные какие-то деньги, в том числе на муниципальные. Ну, посмотрите, вопросы качества, вопросы, сколько это стоило, сколько времени было с этим связано и так далее. То есть все умножите на три и получите то, что мы в конечном итоге получили. Понимаю, господин Пашко. Да, значит, я хотел просто продолжить ответ на ваш вопрос, который касается, почему вот развитие, почему удручающее положение. Ну, прежде всего, город формирует градообразующая база. И вот те предприятия, о которых вы сказали, это, конечно, есть составная часть вот этой градообразующей базы. И почему город начал разрушаться? Да, потому что мы фактически не обращали внимания на вот эту градообразующую базу, которая затем должна за собой повести и градообслуживающую базу. Только таким образом мы можем развивать город до того, чтобы он... А все это, естественно, взаимосвязано с социально-экономическим развитием из страны. Поэтому в нашей концепции мы и видим Кишинев не просто как отдельная часть всего, а составляющая как центр агломерационной системы. А что это значит? Это значит увеличение площади, рассмотрение его в контексте всей инфраструктуры, и транспортной, и социально-экономической, и так далее. И здесь, хотим мы или не хотим, мы должны рассматривать его в структуре всей страны. И как он взаимодействует с другими регионами из страны, и, может быть, даже ближнего зарубежья. Потому что это все должно перетекаться одно в другое. И правда, если подумать, у нас в последнее время, когда что-то вот открывается, то это у нас торговый центр. Потому что производственные какие-то единицы, то, чем раньше мы гордились, в последнее время этого просто абсолютно не слышали. Я вам дам еще один пример. Сегодня был на ряде предприятий. Просто люди заблокированы в предоставлении элементарных услуг, которые они работают лет 30, 40, 50. То есть они знают свое дело очень хорошо, а им не разрешают. Это привлекаться к какие-то много дороже услуги из-за рубежа, когда нашим людям здесь нужна и работа, начинают инженеры, заканчивая рабочим. Прежде всего, конечно. И они делают не хуже качества все эти вещи, но их просто блокируют, просто душат. То же самое не только техники, какого-то оборудования, но элементарно новых решений, которые существуют в области информационных технологий и так далее. Почему? Сегодня у нас очень замечательный отрасль. Есть компании, которые экспортируют. Почему им не предоставляется доступ для решения тех или иных задач? Более того, хочу сказать, что с информационным сообществом рядом IT-компаний мы предложили вот эти решения и прямо настояли на них, начиная от электронных госзакупок для экономии государственных и муниципальных средств и многое другое. Значит, они могут на сегодняшний день все это предоставить. Поэтому нужно в первую очередь способствовать, а не блокировать, требовать откаты, душить. В том числе, это касается и муниципальных предприятий. Потому что посмотрите, до какого состояния их довели. Надо это все начинать развивать. Я увидела в планах скоростной трамвай, канатную дорогу. Это развитие инфраструктуры. Вы сегодня, по-моему, тоже об этом говорили. Вот, честно говоря, вот эти идеи, ведь говорили уже, нам необходим трамвай, необходимо как-то решать ситуацию, потому что у нас, не знаю, пробки, это уже просто какое-то, не знаю, наказание для горожан. Почему вам кажется, что вот за это время удастся вот таким образом решить эту транспортную проблему? Вы знаете, позвольте мне здесь провести некоторую историчность. Кишинев – один из тех первых городов мира, в котором развивалось трамвайное движение. Это начиналось с конки нам небезызвестной, то есть на тяге лошадей, лошадиной тяги. И затем перешло на электрическую тягу. И Кишинев, начиная с 19 века, достаточно бурно развивал это трамвайное движение, которое затем, ну, по ряду причин, сейчас не будем говорить об этом, значит, у нас прекратилось. Но почему мы считаем, что необходимо развивать эту транспортную отрасль? Во-первых, она показала свою эффективность в мировом транспортном движении. И сейчас крупные города, они по-разному называют это. То скоростной трамвай, то монорельсы, то метро, то, значит, еще как-то. То есть это все называется по-разному. Но мы с такой территорией и с будущим для развития всего транспорта Кишинева видим в том, что и его рельеф, и его природные ресурсы, и историчность, как я уже сказал, и даже тот фактор, что в 89 году он тоже был заложен, скоростной трамвай, как средство передвижения. Мы должны преемственность, положительную преемственность продолжать, не зачеркивать то, что действительно было, на наш взгляд, достаточно эффективным. И этот скоростной трамвай, он должен связать, во-первых, на наш взгляд, все сегменты города. Это сегменты, я подразумеваю, все жилые районы, ботаника и так далее. С Рашкановкой и сегментарно это может образоваться какое-то дополнительное кольцо. И вы знаете, что сейчас автомобильная транспортная система тоже претерпевает своего рода изменения. Делается кольцо вокруг Кишинева. И это где-то будет также, пусть это будет называться внутренним кольцом или еще каким-то вторым. Да как угодно, но что-то надо. Но оно, во-первых, даст не наисильнейший толчок общественному транспорту. Это будет эффективный, дешевый, экологичный транспорт. Мы должны не забывать об экологии. Весь мир сегодня думает об экологичности. Весь мир сегодня думает об экономии. Во-первых, это экономический фактор здесь должен играть, комфортабельность и быстродоступность к месту приложения труда, к месту проживания. И это, на наш взгляд, это должен стать достаточно эффективным видом транспорта. И пусть даже кому-то, и вот господин Чабан говорил, что пусть это кому-то покажется фантастическим на сегодняшний день. Но если мы это воспринимаем как определенную задачу и цель, мы будем бороться за то, чтобы она стала реальностью. Ну, фантастическое у нас принято считать, когда говорят, что можно реку Бык настолько обустроить, что она перестанет быть вот такой вот канавкой, в которой грязная вода. А ее как-то использовать, даже боюсь сказать, по назначению чуть ли не судоходства. Но я не знаю, как с судоходством, но по инфраструктуре вот этот вопрос задаю и вам. Мы говорили об этом, что это на самом деле возможно. Просто, опять же, я думаю, что вот в этом ключе, когда люди думают о том, что перед их подъездом происходит, что с вывозом мусора. Мы сегодня были буквально на Штефана Чалмаре улицы, массив жилой, рядом с гостиницей «Интуристы». Там на тех этаже, второй этаж проживает много бомжей, скажем так. Беспризорники. Все, беспризорники, все засорено просто до такого образа, что, ну, не передать. Это был элитный район города, элитный. Туда свозились и туристы, и туристы, и работали фонтаны, цветы. Это ж было чудесно. Абсолютно верно. Да, а сегодня это просто... Все дворы просто загажены. Отсутствие элементарных вещей, которые... Я думаю, что люди задаются вопросом, когда вот те самые вопросы, которые рядом с ними уже накоплены годами, решатся в первую очередь. Я думаю, что это одна из основных задач. Ямы на дорогах, скверы загажены и так далее, и так далее. Вот нужно решать вот эти вопросы в первую очередь. То есть нужно их приводить в порядок. И я думаю, что усилиями общими это возможно. Но правильно, не нужно забывать, что цели и задачи должны стоять более высокие и долгосрочные. То есть, когда мы говорим об этих вещах, вот никто не задумывается, ну какая там река бык на самом деле, да? То есть, почему? А почему 50 лет вот мы смотрели фотографии с господином Лапашкой, да? Посюда вода, там ходили. Рыбу ловли. Помимо ловли рыб, там другие вещи. Почему каналы такого характера, которые просекают Кишинев на 20 километров, нельзя реабилитировать? Промзону оттуда вытащить, куда-то на край города. Облагородить нормально, да? Мы не говорим, что это через три года возможная задача для осуществления. Потому что сегодня и денег нету, и ситуация не складывается таким образом, чтобы это возможно было решить краткосрочно или даже среднесрочно. Но мы должны понимать, что это место, оно представляет с одной стороны культурную ценность, с другой стороны урбанистическую ценность, с третьей стороны, как вы говорите, это в том числе инфраструктурный вопрос. Да, даже для транспортного водяного трамвая. В том числе. Мы должны это понимать. Если мы это понимаем, то есть мы это видим и с точки зрения урбанистического подхода и так далее. Но когда мы говорим, понимаете, об этих вещах, то люди говорят, ну слушай, у меня все загажено тут в подъезде. Какие трамваи, какие цели должны быть конечные, очень четкие, очень понятные. Куда, как мы развиваем город, да? Куда уходят жилые массивы? Что за инфраструктура, поликлиника, детский сад и многие другие вещи? Какие вот, как говорил экспедиент Пашка, есть градообразующие, какие есть градообслуживающие, значит, характеристики всего этого? Все это нужно учитывать. И это должно стать в общий план. Если бы мы 10 лет, я всегда даю эти примеры, учитывая опыт других столиц, в которых вот мне пришлось побывать, да? А в Минске много вещей, они не думали, что вот сегодня президент Лукашенко здесь у нас, да? То есть, начиная от управления ЖКХ, где у них свои образующие, уже очень серьезные предприятия, которые управляют всем, весь мир приходит брать пример, да? А ничего не изменилось-то, у нас одна и та же школа советская. Просто подходы в управлении были абсолютно. Они строили, мы разрушали. Не мы, а те, кто был во власти. Есть другие города, которые 10 лет назад, 12-15 лет назад, они себе не задавали какие-то задачи, тоже, может быть, казались они нереальными. Но они сегодня их реализовали. Полноценно реализовали. Я вот говорю, да, может быть, Минска, это ситуация, где денег, ну, не так много, наверное, как в Баку, потому что есть там нефть туда-другую. Но есть замечательные транспортные решения, есть замечательные инфраструктурные решения другого характера. ЖКХ, зеленые насаждения, пройдитесь там, просто, да, то есть люди убирают даже то, что нечего убирать. А здесь? А здесь, когда говорят о Кишиневе, то говорят, что это город припаркованного на тротуаре транспорта. Что ни в одном городе мира такой картины, в принципе, не увидеть. Ведь у нас на самом деле, они от хорошей жизни, люди что делают? Они берут и паркуются на тротуарах. Вот как-то меня, например, вот эта ситуация очень сильно задевает. Понимаете, вот с мой взгляд, я просто продолжу, значит, дело в том, что это все одна из частей транспортной проблемы. Когда не решена транспортная проблема, в целом, в комплексе, то мы видим определенные результаты, которые мы видим. Потому что она не решена. Это должно быть комплексное решение. Должно быть, значит, на каком уровне должны быть двухуровневые, трехуровневые развязки. Должны быть, значит, где должны быть паркинги, на каком уровне, какие паркинги. Может быть, они паркинги должны занимать целые кварталы, как, допустим, в тех же штатах или в других экономически развитых странах. И выдать под это дело это самое. Запретить, может быть, въезд в определенную зону центра частному транспорту. То есть здесь и административные решения должны быть, и в том числе, конечно, и транспортные решения. Но они должны решаться комплексно, на мой взгляд. Потому что тогда мы увидим какой-то результат. А, к сожалению, когда вот так ты частично хочешь сделать решение по парковкам и пробиваешь эти паркинги, так называемые, и потом ждешь, значит, с этого экономический эффект, не задумываясь о том, что ты фактически только о себе думаешь, а не о том, чтобы решить вопрос города. Вот мы говорим о перспективах, да, среднесрочные, долгосрочные. Но есть вещи, которые, на мой взгляд, необходимо решать прямо вот сейчас. Я говорю сейчас о состоянии наших мостов. Больше всего наших телезрителей волнует состояние виадука. Потому что по каким-то исследованиям состояние не очень, мягко говоря, ужасающее. А по некоторым все-таки ужасающее. Вот мне интересно, как эту ситуацию оцените вы и что вы намерены делать? Давайте сделаем таким образом. Во-первых, это не только вопрос виадукта, в том числе витязы и многие другие проблемы. Мы говорили, что, во-первых, нужна очень тщательная оценка состояния всех этих вещей. К большому сожалению, очень долго это не проводилось. Я бы не хотел просто ссылаться на слухи, потому что есть разного рода мнений. Для этого нужно провести очень четкую экспертизу всех составляющих этого вопроса. Если действительно существует проблема, тогда туда направить все усилия для того, чтобы эта проблема решена была и решена капитально. То есть не частичная, не в той мере, в котором у нас привыкли ее решать. Поэтому я думаю, что не только вопрос мостов актуален для наших кишиневцев. Там есть очень много вещей. Начиная с состояния дорог в целом, тротуаров, жил фонда. Состояние дорог – это песня. У нас об этом, знаете, говорят все. И многих других социальной политики, потому что, поверьте мне, что пенсионеру, которого нечем платить за коммунальные услуги, его мало интересует состояние виадукта, на самом деле. А человек, который едет на машине и который может себе это позволить, мало интересует, может ли тот пенсионер. Поэтому здесь нужно сбалансированную политику все рассматривать. Задач очень много, проблем очень много. Я говорил, у нас есть очень четкий текущий операционный план. Он основывается на те бюджетные возможности, которые есть на сегодняшний день. Плюс дополнительно, что мы можем привлечь. Мы должны понимать очень четко, что у нас ровно год. И за этот год мы должны решить проблемы кадрового, реформирование примарии, нахождение вопросов для того, чтобы коррупцию снизить максимально возможно. И у нас есть эти решения. Некоторые уже работают, некоторые нужно доработать и внедрить, начиная от электронных госзакупок и других вещей. Нужно действительно те работы, которые запланированы на сегодняшний день. Потому что я вижу кучу пиаров, не знаю, как по-другому назвать. Цветочки и все другие дела. Цветочки, ковры целые. Вот мы считали, чтобы было понятно. То есть вроде люди взрослые все понимают. Я хочу дать один маленький пример. Никто в городе, ни один экономический агент не выращивает 200 тысяч цветов. Хотя сказали, что их там с дрона посчитали 156 тысяч. Другая эта история. Не выращивает, если не было договорника за три месяца до. Ну вы же не вырастите, да? 200 тысяч анютнерных глаз, если вы не будете знать точно, что вы их продадите за 2 миллиона, которые вам обещали три месяца назад. Точка. Зачем тогда говорить о Зеленстрое? Просто я не люблю вот это дурачество. Попытка как бы оболванить народ. Пожалуйста, были 2 миллиона, отдай Зеленстрое. Пусть они работают. Они муниципальное предприятие. Подержи их. Мы их так находим людей с большим трудом. Пусть они выращивают эти цветы. Многолетники. Посмотрим, какие приоритеты и так далее. Ну вот человеку, который получал 430 тысяч леев зарплату, я думаю, что сложно. Давайте мы на этой теме как бы закончим. Я хочу сказать, что есть другие приоритеты. Но если мы сопоставляем 2 миллиона, вот как мы говорим, да, МОЗ там, пенсионеры, то есть все нужно в целом. Если он не в аварийном состоянии и не предоставляет угрозы в определенное количество времени, значит мы должны заняться в том числе другими вопросами. Для этого должна существовать экспертиза. Так вот, мы говорили с врачами, семейными и ассистентами, да. На сегодняшний день их около 1200 человек по всему Кишиневу. Так вот этих двух миллионов было бы достаточно для того, чтобы обеспечить им проездные целый год. Для той работы, которую они делают. К примеру, вот альтернатива на уровне политики, как мы видим. То есть тут фотография на 5 минут, а там решение вопроса, который действительно больной. Вот и все. Господин Лапашко, все-таки вот Иван говорит об экспертизе. Я знаю, что вы занимали все-таки высокую должность. Вы были заместителем генерального архитектора, главного архитектора. Вот с вашей точки зрения, то в каком состоянии сейчас Виадук и мосты, о которых мы говорим, оно теоретически может быть плачевным. Вот так. Ну, если брать, у меня были еще некоторые опыты начальника строительной инспекции. Ну, тем более. Да, поэтому здесь я как бы имел возможность смотреть и знакомиться с экспертными заключениями, которые касались не только зданий и сооружений, но и в том числе и транспортных вот таких вот систем. Так вот, что я хочу сказать, что бесспорно время, время, оно иногда влияет на несущую способность зданий. Причем за счет коррозийности, за счет грунтовых вод, за счет поверхностных вод, за счет различных факторов, как природных, так и естественных. Тем более, что нагрузки увеличиваются. Если раньше этот Виадук проектировался там, допустим, для одного потока, сегодня поток гораздо стал мощнее. Интенсивнее, конечно. Интенсивнее. Вы это сами чувствуете. Поэтому, как правильно сказал господин Чабан, без экспертной оценки никаких движений мы не сможем сделать. Даже если он в отличном состоянии, все равно должны сказать об этом экспертной. Очень хорошо, но я просто задумалась, почему у нас до сих пор нет такой экспертной оценки. Почему вот этим никто не занимался на самом деле, если получается, что мы не можем сейчас говорить. Давайте сделаем таким образом. Меня задают вопрос, почему на сегодняшний день нет рабочего плана градостроительного. А потому что это никому не нужно было. Мутная вода, рыба там хорошо уловится. То есть делаешь все, что хочешь. Если нет правил, то, соответственно, все можно. Два. Помимо того, что как бы это никому не надо было, даже мы в процессе, когда хотели подойти к этому вопросу поближе, есть разного рода люди, эксперты, которые хотели приблизиться. Мы говорили об этом и в Москве, и в Нинске, и в Будапеште, и в других столицах. Люди готовы помочь. Давайте нам полноценную информацию по тем или иным направлениям. Элементарно вот эту информацию невозможно получить. Я вам повторяю то, что мы говорили вначале. И это обращаются депутаты, это обращаются советники. То есть это в обязательном порядке должно быть предоставлено. Ну, конечно. Вот даже на встречах сегодня с людьми, они задаются вопросом, почему годами нам не отвечают или месяцами не отвечают по тому или иному вопросу. Да потому что просто нет ответственности, халатность и так далее. Так вот, доступа даже элементарно к этой документации. И возвращаясь, я вам говорю, что у нас есть решение о классификации зеленых насаждений. До сих пор не сделано. Делимитация, разграничение имущества муниципального. До сих пор не сделано. Спросите кого-то на сегодняшний день в Примарии, кто вам точно скажет, сколько неприватизированных квартир в городе. И никто не скажет. Вот в чем проблема. Потому что все это ведется халатно, хаотично. И еще насчет парков и так далее. Я хочу вот что сказать, что вы правильно сказали, но есть еще одна очень серьезная проблема. Парки и лесопарки не имеют своих установленных границ. Они, значит, вот так вот, они меняются от случая к случаю, понимаете? А это должно быть жестко зарегламентировано. Когда есть установленные границы, когда есть четкое определение, что такое парк, что такое лесопарк, что такое сквер, что такое аллея и так далее, и так далее. Что входит в эту зеленую зону, что не входит в эту зеленую зону. И когда будут установлены эти четкие границы, тогда легче и управлять этим всем процессом. Я понимаю, у нас не так много времени, но народ интересуется очень важным, на мой взгляд, вопросом. Потому что они уже все-таки, несмотря на то, что новости отключили российские, я имею в виду, но они знают, что в России есть план реновации, по которому, вы знаете, да, хрущевки сносятся и в том же районе предоставляют людям новое жилье, новые дома. Вы не могли не думать об этом, потому что в нашем городе тоже большое количество хрущевок. У вас есть какое-то видение вообще вот этой ситуации, как-то ее решения? Мы начнем от того, что жил фонд, на самом деле, во многих случаях устаревший. Это процесс вообще, если мы говорим о замене жилищного фонда, он не такой простой, как кажется. Он очень сложный, да. И в том числе я вам хочу сказать, что если вы хотите дать пример Москву, там тоже очень долго все это готовили. Очень много работали, в том числе с горожанами. Как бы это не делается за ночь. Я повторяю, нам нужно на сегодняшний день решить текущие задачи в первую очередь. Вот все, что пожар, вот там вот тушить, потому что этого пожара по всему городу много. В этом процессе мы готовы разработать дополнительно, доработать те материалы, которые у нас есть. Но это нужно делать вместе с горожанами, это нужно делать вместе с экспертным сообществом. Не так, как делалось до сих пор. То есть нужно учитывать мнение горожан. А вы будете советоваться с горожанами? Мы сказали, что по всем направлениям жизнедеятельности столицы до начала октября 2018 года будут созданы общественные советы. И мы будем в обязательном порядке со специалистами работать, с общественниками работать по всем направлениям важным для города. Потому что, понимаете, ну не могу я, у меня хорошее образование, но не могу я в архитектуре разбираться лучше, чем господин Лупашко. Для этого он доктор наук, для этого у него богатый опыт. То же самое есть в том, что касается транспортных схем, инфраструктурных вопросов. Для этого есть команда. И вот эту команду нужно вовлекать во все процессы вместе с обществом. Не так, как сегодня я поковырялся в носу, мне пришлось, там, как Киртуако, помните эти истории? Вот я пришел на Александрию, есть проект утвержденный. Нет, я хочу. Это то же самое. То есть, вот здесь просто нету разницы между госпожой. Госпожа Раду не имела права выделять 2 миллиона аллеев без того, чтобы спросить на эти закупки совет. Не имела права. Вот то же самое сделал Киртуако, когда пришел, поковырялся, да, в носу и говорит, а вот здесь на Александрии есть уже проект утвержденный, разработанный. Ребята, люди уже выполнили работу. Он приходит, говорит, так, здесь надо пару парковок сделать. Ты кто такой? С кем ты посоветовался? А надо было, потому что надо было списать еще 200 тысяч. Вот так вот быстренько со счетов, значит, предназначенных для других абсолютно цель. Вот в этом подходе нужно очень профессионально и очень жестко. Потому что мы говорим, покажите мне на сегодняшний день бюджеты по разным направлениям, как они тратятся. Мы хотим, чтобы был прозрачен каждый лист, чтобы человек знал, на что тратятся его деньги. И таких случаев не будет. И мы берем на себя обязательства таких случаев, вот насчет ковров там или, значит, мешания асфальта с дождевой водой и многими другими вещами. Не будет. А если будут, будем пресекать жестко. У всех волнует вопрос финансирования финансов, потому что, когда придет предвыборная кампания, то кандидаты не все креативные, да, но выдвигают идеи, да, вот о деньги откуда. Ну, смотрите, значит, я повторюсь, наверное, то, что касается сегодняшних вопросов, которые, к примеру, и у нас в программе, и многие они в бюджете заложены тоже нашими коллегами, нашими коллегами по фракции. Я повторяю, полгода в прошлом году мы работали со всеми управлением, пока не было того и не пришла мода. Мы работали со всеми абсолютно структурами, в хорошем смысле этого слова, было очень много предложений со стороны нашей фракции, поэтому ряд этих вопросов, они уже существуют. На расширение мы будем, то есть привлечение дополнительных денег, рассматривать те вопросы касательно экономии, согласно новым подходам, начиная от электронных госзакупок, мы доказали, что это эффективно, и заканчивая, если мы уже согласны идти на определенную роль, сдачу земли, да, или там арендные отношения, имущественные отношения, то только через аукционы. И это существенно должно пополнить казну. Но для этого нужно понимать, что плохо лежит, что можно сдать, что не нужно сдавать, потому что есть приоритеты в этом смысле. Краткосрочно, да, можно рассмотреть эту историю, но должны быть в приоритете проекты государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства. То есть те, что действительно дадут эффект долгосрочный, а не сейчас поступило что-то и потратилось в другом месте, и от этого никто, к большому сожалению, не выигрывает. Есть и другие вещи касательно открытости муниципалитета. Сегодня нужно поддерживать бизнес в муниципе, а не ходить и душить его. Не должно быть любимчиков, так как было определенной касты, и существуют до сих пор. Не должно быть любимчиков в этом направлении. Должны быть открытые правила для всех, а бизнес нужно поддерживать, а не душить. Поняла. У нас время уже наше вышло. Хочу задать вам только один вопрос. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы были видны результаты, достаточно ли 4-5 лет? Я специально говорю 4-5, потому что 4 года — это, например, один мандат, да? Примарно, ну и получается эти выборы у нас тоже досрочно, то есть вот год. Этого времени достаточно? На мой взгляд, все зависит от той команды, которая будет реализовывать те планы и те постулаты, о которых мы говорили и говорим, и вот сегодня беседуем. Если будет четкая программа действий, ответственность каждого перед поставленной задачей и выполнением своего плана действий. Если будут работать действительно по всем направлениям, а не по какому-то конкретному направлению. Вот сегодня давай сделаем это. Ой, нет, давай перейдем сегодня на это, на другое. То есть нельзя разбрасываться от одного к другому. Должно быть четкое спланирование, и каждый должен отвечать за свой раздел действий. И тогда в комплексе, когда будем смотреть, так мы увидим тогда результаты. Мы увидим, что вот есть дороги, мы увидим, что вот сделаны виадуки, мы тогда увидим, что сделана реконструкция фасадов, мы увидим тогда сделанный центр, мы увидим наши благоустроенные парки и так далее, и так далее, и так далее. А я бы хотела, чтобы мы увидели, чтобы о нашем городе опять говорили, да? Да, мой белый город. Я вам хочу сказать, что... Они вот такие слова, с которых я была вынуждена начать сегодняшний эфир. Ну и с ним все-таки можно поспорить. Посмотрите, какой прекрасный все-таки наш город, когда начинает цвести, вот когда листва пошла, ну не видно того, что скрывается за... Никогда не видно, да, что не мы-то у нас светофоры. Не успели вырубить все. Да, да, да. Поэтому давайте радоваться красивому. С этим соглашусь. И верить в будущее. Остается поблагодарить вас за участие в этой программе. Немного вопросов осталось, но я думаю, что будет повод еще их непременно затронуть, потому что людей волнует наружная реклама, вообще вот то, что у нас происходит, и очень много еще других. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго. Доброго вечера. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова